Минимум четыре новых ледовых дворца будут построены в Самарской области в ближайшее время. Чтобы успеть сделать все, что намечено на 2017 год, нужны стахановские темпы. Об этом шла речь на совещании с застройщиками, которые провел губернатор Николай Меркушкин. Сегодня Самарская область на втором месте по масштабам развития отрасли в ПФО. А на строительство дорог, жилья и общеобразовательных школ губерния получила самую большую федеральную поддержку в стране. Но главная тема совещания – качество новостроек. Господряды получат только те застройщики, которые отвечают самым строгим стандартам. Мы объемы текущего года, что касается бюджетного финансирования, заказов бюджетных, он будет не ниже прошлого года. Будет даже выше. Сейчас то, что мы приняли изменения в бюджет недавно, сессия состоялась, будет февральская сессия. Там тоже будут изменения в бюджет, где появятся дополнительно конкретные объекты. Самарским строителям необходимо подтянуть показатели качества работы. Иначе совсем не факт, что крупные подряды получат именно местные компании. Ведь были случаи, особенно на спортивных объектах, когда строителей приходилось заставлять устранять дефекты. А новостроек будет много. Масштабные проекты запланированы к 50-летию первого автомобиля ВАЗ. Эту программу поддержал президент страны Владимир Путин. Большие объемы предусмотрены программой капитального ремонта. Инвестировать в возведение дворцов спорта готовы нефтяники и газовики. На финишную прямую выходят новостройки к чемпионату мира по футболу. 17-й год обещает быть непростым. Это завершающий год перед проведением чемпионата мира. И мы должны закончить строительство всех необходимых объектов. Прежде всего самого стадиона. Обустроить гостевые маршруты. Привести город в порядок. Контроль и учет. Прежде всего, когда дело касается столь значимых объектов, необходимо использовать все ресурсы. В частности, было предложено больше привлекать общественность к оценке новостроек. В том числе это касается доступной среды для инвалидов. Профессиональное сообщество тоже не должно оставаться в стороне. Для этого в регионе предложено создать градостроительный совет. Олег Зверев, Константин Головин. События.